Все, я начал запись. Ой, батюшки, ну поехали! Мы смотрим клип Рамштайн и оцениваем спецэффекты, и разговариваем о спецэффектах в этом клипе. Ну и о визуальных эффектах, конечно же. Ну, давай, давай свой жесткий коммент сразу. Ну, здесь как бы все очевидно. Я не хочу, конечно, кто мы такие, чтобы говорить, что что-то здесь не так. Но кажется, что этот луч лазера, или что это, должен отражаться вместе с источником освещения, который вот там вот отражается в озере, а луч не отражается. Это как так, ребятушки? Ну, серьезно. Вот, ну это такой коммент, типа, блин, очень круто. Возможно, это художественный прием, я не знаю. Но, мужик, это заявочный кадр клипа, могли бы и постараться. Я попытался перемотать самое начало, это он. Это заявочный план. Это заявочный план, и как бы вот тебе, да? Я не знаю, возможно, это какой-то метафоричный луч, который, как вампир, не отражается в зеркалах и в водной глади. Технически он там, но он технически должен. А ты какой раз этот клип смотришь? Третий, наверное, вот сейчас. Ты первый заметил? Я просто первый раз смотрел и не заметил даже. Нет, нет. Ну, первый раз я смотрел на мобилке, лежа вот так вот. А сейчас, наверное, все-таки второй раз, да, потому что я не стал пересматривать. Я только посмотрел, только, о, как круто, господи, испопил. Ну, кстати, реально клип крутой, да. Погнали дальше. Что, эта статуя настоящая? Слушай, мне кажется, что, да, это настоящее все. Это подсъемы. Прям круто. Я не знаю, но мы зайдем потом, собственно, посмотрим, что за студия это делала. Может, у нее другие-ка работают. Может, уже вы мейкинов выложили, откуда мы знаем. Ну, я уже заходил до туда. Погнали дальше? Ну, кстати, вот немножко отмотай назад. Пролуч? Да, про луч, опять же. Все, на самом деле, выглядит очень чинно и достойно, но не хватает, да, какого-то, может быть, главчика вокруг... У горы, там, возможно, нет? В нойзе. Ну, то есть, чтобы он туда сел лучше. То есть, это же свет, по идее, ну, я надеюсь, типа лазер какой-то, да, или просто световой поток. Он должен освещать все, что вокруг, а там такое туманище, что, скорее всего, нужно было какие-нибудь, может быть, рефлексы. Ну, я не знаю, может быть, они так хотели, чтобы чистенько все выглядело. Но я бы добавил, чтобы он как-то вживился лучше. Но зато вот прикольно, достаточно чисто посадили его по переднему плану или эти... Вообще, по настроению, мне кажется, и по цветам это очень напоминает из «Звездных войн», последних на данный момент, сцену битвы в лесу. Да, это если сатурацию плюс 100 сделать, было бы похоже, да. Вот, кстати, отмотай назад, там, где лазер настоящий, снимали по статуям. Вот. Ну, в принципе, на самом деле, мотай покадрово. Ага. Ну, кстати, если это они, типа, имитировал лазер, то здесь, действительно, лазер достаточно такой прям четкий пучок дает, не отсвечивает все вокруг. Возможно, если это делали именно, что это имитация лазерного света, то тогда, наверное, да, у них более правильная картинка получается. Я смотрел недавно фотки с 1939 года с площади в Нюрнберге. Огромные прожекторы светят вверх. Это было бы хорошим референсом для того луча, который вначале. Никогда, кстати, не замечал, когда очень сильный мороз. Я вот часто зимой ездил, когда от, вот где-нибудь в, не в городе, а там, где шума визуального поменьше, да, свет светового. Где-нибудь там вот в деревне, в проселочных дорогах, там, если, допустим, есть какой-то фонарь, и вот мороз такой прям, знаешь, с туманчиком, вверх от домов, ну, от источников света такие пирамидальные галлоп поднимаются прям в самый верх. В обычном варианте это тяжело, особенно в городе, когда очень много света вокруг, ночью не заметишь. А вот, типа, в деревне это прям вот такие столбы света. А чего это? Так засвечивается, видать, вот эта взвесь, которая, ну, вот эта дымка от мороза, наверное, так засвечивается. Я не знаю, объяснение не нашел, но я найду картинки, приложим, скорее всего, в интернете такое есть, или даже я, по-моему, снимал. Глянем. Какой из лазеров настоящий? Вот, мне кажется, что лазеры, которые маленькие, они настоящие, а вот то, что большой посередине, это нарисованы, но они положили прибор красный снизу и подсвечивают этот самый, ну, дым. Вокруг и окружение. Потому что, мне кажется, что, ну, такой толстый лазер. Лазеры, кстати, настоящие, они видно сразу, что они такие немножко прерывистые, да, то есть у них как будто они на Noize мультиплайны. Хотя, кто его знает? Но мне кажется, что... Будет потом интересно посмотреть мейкинов и сделать опровержение. Да, да, да. Но я вот смотрю по-левому, видишь левый, там, экранный лазер, он в дисторсе изгибается немножко к краю. А, кстати, интересно, да. Да, 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 да. И, скорее всего, ну, никто... Скорее всего, настоящий, да. Да, никто бы не заморачивался с дисторсией для лазеров. Я часто даже сейчас замечаю, что никто не заморачивается с тем, чтобы обратный дисторт положить, если честно. То есть кадр разжимают, делают эффекты и обратный дисторт не накладывают. Холтурщики! Холтурщики! Если следовать этому, возможно, здесь и центральный лазер настоящий. Потому что если бы разогнули, то не загнули бы обратно. Пост-пост наблюдения. Ну, вот, кстати. Ну, про отражение. Ну, в этом кадре сразу видно, что более-менее все настоящее. Потому что сильная диффузия очень световая. И, ну, и отражение в этот раз положили, как бы, чётенько. Ну, понятно, что вот по переднему плану, как это и флара, это... Она в двух кадрах одно и та же, это смешно. Ну, то есть видел там... Не, не видимость. Я более внимательный зритель, чем ты думаешь. А я сеньор супервайзер, блин. Вот отмотай назад на другой фрейм. Где... На другой шот, точнее, на склейку. Это одна и та же флара, ну-ка. Да, это она же, она продолжается. Она продолжается. То есть кадр поменялся там, а при этом она продолжается. Эти ребята, кстати, не боятся огня. У них же самое-самое крутое фаер-шоу, по-моему. Мне говорили челы одни, которые ходили, что там даже шляпа взрывается. Вот здесь лазер тоже, не знаю, настоящий-ненастоящий. Который яркий впереди. Ну, да, он как и подозрительно рукаве сшивается. Мягенько, очень непонятно. Ну, да что мы все пролазили. А больше здесь, по-моему, нет. Нет, ну здесь, скорее всего, всякие искорки и огоньки где-то дополнительные были добавлены. Но они практически не палятся. Надо по отражениям, если только смотреть. Может быть, где-то они пропалятся. Отражение, кстати, это самый палевный элемент. То есть, когда ты добавляешь что-то, всегда думай, где он должен отражаться. Рефлексы лови. Это прям, как это сказать, камень преткновения. Ну вот ребята, кстати, обострались по челюсу. Я, кстати, послушал, альбом уже вышел. Мне кажется, вот тут без клипа не было бы такого хайпа по «Рамштайну». Потому что, либо я просто не фанат «Рамштайна». Что, ну блин, смотришь так, вроде клево качает. И там клип радио вышел, тоже вроде здорово. Клип крутой. Я послушал чисто альбом. Ну, нет, ну теле уже не тянет. Но, кстати, посмотрите, по поводу лайтфрапов. Вот там справа на куртке, на голове. Так лайтфрап, по идее, не работает. То есть, видите, он такой однородный, как будто линейный. На самом деле он... Ты имеешь его вот здесь вот? Не-не-не, справа-справа. Вот здесь? Да-да-да, вот. Это не настоящий лайтфрап. То есть, это очень хреново сделано. Ну и головы прокиенные, особенно вот в центральной. Да-да, голова здесь определенная. Это очень мягкий лайтфрап. То есть, видите, по резкости странная происходит история. То есть, Гиндербург или что это, да? Это, по-моему, дирижабль также называется? Гиндербург? Не знаю. Ну, это же известная история. Когда все засняли падение дирижабля, да. Да-да-да. По резкости явно, ну, акцент на задник смещен, да? Но это ладно, хрен с ним. Лайтфрапы очень хреново сделаны, ребят. Так вот никто не делает сейчас. Они должны по экспоненте затухать. То есть, ярко-ярко-ярко, потом все меньше и меньше и меньше. А здесь прям линейный лайтфрап. Это очень палевно выглядит. Окей. Тут, конечно, очень интересно будет потом еще бэкстейдж посмотреть, потому что есть же много пабликов, ну, не много, есть некоторые паблики в Инстаграме, которые про кино и про то, как снимается кино. И я вот подписан на паблик, который показывает, как свет расставлен на съемочной площадке. Там показывают кадр отснятый, а параллельно показывают, как поставлен свет на площадке. И там понятно, что берут очень интересные примеры, когда с виду все очень просто. На самом деле там такие громады света, возведены из световых панелей, еще что-то, что это прям дико интересно. Вот хочется посмотреть, что здесь за кадром спрятано. А что за сайт, что за паблик? Я тебе кину ссылочку. Ух, мышки. Мышки? Мышки. Я не видел мыши. Я опять на лазеры смотрел, ты приковал мое внимание к ним. Вы шучок? Клевые. Клевые, да. Хотя тут в трех пикселях ничего не видно особо. Думаю, да. Ты вот про это... Вот это. Это как раз настоящее, да. А что это? Да, да, да. Ну, там, промотай пока. А, все, я понял. Это за ней там, да. Луч лазера. Ну, кстати, это круто, что они стараются все-таки снимать вживую. То есть видно, что добавлены какие-то элементы, так чисто вот, чтобы наполнить кадр, да, чтобы он повкуснее смотрелся. Не переигрывают все-таки. Используется так, как должны, добавляют атмосферу. Они не полночили создают. Локально, локально. Опять же, очень много референсов в самом кадре, как выглядят эти лазеры. То есть если их добавляются, то хотя бы можно понимать, как они в конкретном окружении себя ведут. Это очень помогает всегда. То есть он сэкзрой хороший. Ну, а вот смотри, здесь какая красная штука. Да, вот и сразу видишь... А, это что-то снят, это... Это тряпка? Ну, походу, да, какую-то ткань подсветили, что ли. Ну, она, как источник света, она не выглядит больше, как тряпка. Но, кстати, вот прикольно, она отражается правильно, чутенько. Рефлексы дают на пол. И в очках у чувака есть и на ремне. И вражается. Ну, тут видно, что рефлексы от нее сразу прям на пол идут. На бумаге летящей, да. Назад. Ракеты. Ракеты 100%. Это же V2, типа, да? Или как они там называются? V2, да. Я не знаю. Да, в целом неплохо. Ну, странный диск. Очень мягенько они печатаны по краям. Но в целом мне нравится. Ну, да, про мягкость. То есть, опять же, можно смотреть на соседние объекты. Например, на эти вот баки. А смотри, тут здесь на здании тоже что-то мягкое такое. Какой-то цвет мягкий. Ну, да, и конты какие-то очень странные везде. То есть, это какой-то прям адский цветокор здесь, по-моему, применялся. Ну, короче, вот как усажено, мне не нравится. По-черному. Особенно вот центральная ракета. Внизу вот дымочек добавили, прикольно. Ну, вот черный в окнах довольно черный. Да, верхняя часть... Не, ну, вот посмотри, допустим, верхняя часть центральной ракеты, да. И, допустим, черный, который по самому переднему плану, вот то, что лево, да, здание. И вот они как бы спорят между собой, хотя не должны, по идее. То есть, на то, что на ракете он чернее, чем здесь. Ну, на самом деле, это как бы так. Придирки, но в целом я бы чуть-чуть поднял бы черное на центральной ракетке. Вот слева мне нравится, как она сидит вроде окей. Серединка как-то... Здесь тоже на правой черный прям... Ну, не то чтобы это, скорее всего, какой-то косяк прям. В принципе, такое, наверное, возможно в других условиях. Мы же не знаем, насколько вон там эта краска поглощает свет, но... Возможно, эта ракета, ну, она довольно много отражает, но она не отражает здание, которое вот перед ней. Может, и не должно, но, типа, мы вот видим здесь здание, а нигде оно не отражается. Хотя мы видим, что отражения довольно большие здесь на ракете. Ну, ну да, ну да. Ну, короче, вот этот шот явно делали без каких-то референсных объектов, которые бы помещались. Они могли бы снять, на самом деле, шарики, даже на фотоаппарат, понимать, там, уровень. Ну, такое, прикольное. Ну, огонь там или что? Да-да-да, огонь. Ну, вот опять же, почему такой дерьмовый лайтврап? Прям просто отвратительный. Я не понимаю. Причем есть вот другие объекты, по которым можно посмотреть, как свет ходит. Ну, как он вообще... Выглядит. Выглядит. Ну, опять же, да, есть референс в кадре, то есть... Посмотри на другие края просто, и все, да. Да, да-да-да. Ну, ладно. Это фига. Ну, прикольно, что они добавили, типа, во время, видишь, свет, когда освещается, они добавили такие засветки на линзе. Это прям прикольно. Ну, такие мелкие нюансы, которые оживляют. Ну... Ну, огонь. Ну, внизу, конечно, полный швах. То есть, не очень. Мне кажется, когда бюджет писали на клип. Так, тут мы будем рисовать огонь, это стоит столько. Здесь мы будем рисовать огонь. Поняли-таки, ребят-ребят, не надо. У нас есть огонь. Мы с собой возьмем свою. О, вот это очень красиво, конечно. Да, здесь, скорее всего, все снято. Очень вот прям секси-свет. Ну, прям от вот этого вот нимба, типа. Вот прям в волюметрики такие красивые. Мне очень нравится, конечно. Вот там, где у нее на просвете... На плече? На плече, да. Вот это классические оптические всякие аберрации. Это вот прям четенько. То есть, вживую... Ну, нет, это, может быть, конечно, был... Если бы это бы композер, возможно, это был бы, типа, дырявый кинг. Но, на самом деле, это вот так выглядит, если сзади от полупрозрачного объекта, у которого там решетчатая структура, сетка такая, если за ней находится яркий источник света, то вот он дает такие странные... Ну, это можно сказать аберрации, но артефакты, короче, вот когда свет заливает, и такой рваный немножко все получается. Прикольно выглядит. Да-да, это вот, кстати, сразу можно понять, настоящее это или нет. Да, мне кажется, настоящее бы к такому быкею придрались, если бы такое... Во-первых, придрались быкею, а во-вторых бы... Если бы так делали, то никто бы специально так не делал. Потому что, когда делают композ, стараются не делать таких косяков, которые бы... То есть, всегда это считается браком. Но вживую это смотрится, ну, типа, нормально. А раскаленный меч, что думаешь? Ну, выглядит, на самом деле, прикольно. Прикольно. Я не знаю, как они это делали, но это явно... Так... А ну-ка, помотай туда по кадрам, туда-сюда. Единственное, что я бы еще, может быть, на хит-хейс бы от него, да. Просто я бы такой раскаленный хер к лицу так близко не поднес, как он его поднес. Слушай, блин, забавно будет, если это настоящий раскаленный меч. Тиль такой, да ясно, я сейчас все сделаю, да. Ребята, приходите на концерт, там и не такой, да. Не, очень натуралистично выглядит. То есть, вот, видишь вот эти всякие мелкие штуки, то есть, либо это трехмерили, но при этом, мне кажется, даже рефлексов выглядит вполне себе правильно. То есть, хрен его знает, как они это сделали. Ну, то есть, непонятно, съемочно это или не съемочно, я в этом плане. Потому что делал оно очень хорошо. Прямо. Потому что и здесь, как будто он же, да, тоже? Да, да, да. То есть, нет, может быть, он... Светился сам, но хотя... В общем, странно, странно. Мне кажется, что это просто настоящий раскаленный меч. Погнали. Давай дальше. Просто отрицательная резка какая-то пошла. Я пытаюсь сосредоточиться на взялиных эффектах, а я просто такой, воу, клевый кадр. Они тебе не... Они не дают тебе, знаешь, это... Заострить внимание на одном чем-то. Да, все нормально, да. Нет, тут все забить. Единственное, что мне кажется, что все-таки там многие задники чуть-чуть, мне кажется, дорисованы. Где-то всякие облеты такие, где они... Ну, да, мне кажется, на общих планах Мирпейн всегда должен быть. Ну. Ну, вот надпись смотри, хотя... Не знаю. Ну, вот смотри слева, видишь, на окнах, а Дищинская где-то аберрация хроматическая. Почему так ее много там... Либо это линза такая, либо... Хрен его знает. Право, я чего-то такого не вижу. Это очень подозрительно выглядит. Вообще, мне левая часть вот конкретно в этом шоте не нравится. Видишь, как легла текстура вот красного света. Вот эта? Да, 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 да. Вот она по идее не должна немножечко мягко еще заходить и на освещенный участок. Она как будто обрывается, и потом адская аберрация. Мне кажется, что левый участок полностью заменили. Да, может, даже и не только левый. Тут что-то так намешано, что... Либо это... И что я сомневаюсь, что такие линзы, скорее всего... Ну, я в своей жизни такую дисторсию никогда не видел на нормальных линзах. Может, аберрацию просто сверху накладывали для красоты какие-то? Да. Да... В одно место, а почему справа нету? Вот на границе между светлым и темным она такая же должна быть. Вот смотри. Может, кропнулись? Не, смотри, смотри. Не, 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 смотри за ухом лошади, видишь? Угу. Видишь, какая аберрация там на фонаре? Угу. Вот. Она такая тепло-пурпурно-синяя. Я даже вот здесь вот смотрю, здесь нет такого разъезда. Ну, фиг его знает, фиг его знает. Ну, то есть это либо очень плохие линзы, сомневаюсь, либо это просто так закомпозили эти... Ай, накинем побольше аберрашек. Я склонюсь ко второму варианту. А ну-ка. Ой. 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 Ой, какая красота. Ну, тут и никаких отражений не появляется на стенах, там ничего. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Опять же, та же самая проблема. Симуляция, конечно, полурезная достаточно. Получилось у них. Ну, по крайней мере, вот верхушечка. Ну, нет, и дым такой... Ну, я про него и говорю, да. А огонь по переднему плану. Скорее всего... Какая-то подожженная стоит. Хотя... Ну, да, судя по тому, что у них не отражается... А в очках... Ну-ка, еще раз проиграй. Ну, да, и в очках ничего. Ну, они что-то вон подсвечивают каким-то прибором. Ну, да, видать... Видать, все-таки это добавлено. Глазки. Ой. Ой. Это... Привет из 2000-х годов, Лара называется. Давай посмотрим, что за студия. Давай. Где все творения. Ща мы найдем. О, Гамбург. У-у-у. Гамбург. Так, смотрим. Да, вот эти ребята. CGI-фи... Так, и что у них тут? Что они еще делали? Ну, смотри, как... Пока что они делали только хреновые лайки-фрабы. Вот этот кадр они себе на главную достали. Так, давай. О, Игра Престолов. Угу. Угу. Шаурилл, можно их посмотреть. Местного разлива студия, которая занимается графикой всяких рекламных роликов. Иногда им что-то, видать, перепадает. Но композ у них такой... Как это? Ните, отправленный. Мы сейчас посмотрим их вакансии и поймем, что они вообще сами делают. Аж, может, они просто композ берут. В основном. Угу. Угу. Давай. Я вставлю на то, что это рекламщики. Какие клипы. Короткие. Угу. Угу. Субтитры делал DimaTorzok Ну понятно, что с ними Не, ну круто, да Посмотрим, кого они ищут Композитинг артисты Вот и все Смотри, кстати Very good knowledge of Nuke Типа, хорошо Стандартно мы, конечно, в After Effects Но очень хорошим плюсом будет Если вы знаете Nuke Ну, блин, прикольно Ну, типа Ну хотя, да, еще раз подтверждаю, что, скорее всего, рекламщики Потому что сидят в авторе Да-да-да, скорее всего Это прям Ну, кстати, вот смотри, Houdini Типа Very good Knowledge of 3D Max, V-Ray и Houdini Бла-бла-бла 3D артисты И, может быть, давай Apply нажмем Что будет, если мы на Apple А, он предлагает почту просто отправить Он сейчас почтовый клиент мне грузит Просто писать на почту Jobs А, вот кто хочет работать в Гамгурге Пишите Ладно Ну, в общем, если было интересно То Мы можем что-то подобное еще выдавать Рассматривать какие-то фильмы Или брекдауны С точки зрения визуальных эффектов графики Что хорошо сделано, что плохо Так что Пишите Субтитры сделал DimaTorzok